Всем привет! На связи Культурный Центр Порт и это очередной выпуск онлайн-модификации нашего культурно-просветительского проекта «Волшебная гора», во втором сезоне которого мы рассказываем о наиболее интересных и знаковых художниках Сургута и Югры и их выставках, состоявшихся в порту в разное время. Героем сегодняшнего выпуска станет интересный и нетривиальный художник из Нижневартовска Артем Мунтян. Поехали! Артем закончил факультет искусства и дизайна Нижневартовского государственного университета, а сейчас является членом Творческого союза художников России и в родном городе преподает детям базовую живопись, работая в детской школе искусств номер один. Вообще в Нижневартовске за последние годы сложилось достаточно интересное молодежное творческое сообщество, ничем не уступающее Сургутскому. Причем, если у нас в городе это сообщество так или иначе формировалось и развивалось вокруг культурного центра Порт, то в Нижневартовске художники и другие творческие люди смогли самоорганизоваться и реализовать ряд интересных и достойных проектов. Не имея собственной площадки, им удалось реализовать ежегодный коллективный художественный проект «Человек, Земля, Космос», организовать независимый фестиваль свободных искусств «Белый пароходик» и в конечном итоге в июле этого года, в разгар пандемии коронавируса, открыть собственную галерею, которую они назвали «Галерея 42». Естественно, пока что только в формате онлайн. В последние годы неформальное объединение Нижневартовских художников стало именовать себя арт-группой «Балок». В нее, помимо Артема, входят такие известные посетителям порта художники, как Иван Демьяненко и Антон Зуев, фотограф Роман Гостев и известный российский драматург Алексей Житковский. Ну а мы вернемся в далекий уже январь 2018 года, когда в культурном центре Порт открылась первая сургутская персональная выставка Артема Мунтяна «Разные». Автор долгое время был в поисках своего собственного стиля, и на выставке в Порту были представлены лучшие полотна разных этапов его творческого пути. Это, конечно, и эксперименты, и абстракции, и портреты, в которых он пытается передать не столько черты лица, сколько особенности характера и внутреннего мира человека, используя для этого соответствующую палитру красок и детализируя глаза. Но обо всем об этом художник расскажет нам сам. Артем, привет! Добрый день, меня зовут Артем Мунтян, я художник из Нижнего Артовска. В недавнем прошлом я выставлялся в сургутской галерии Порт. Выставка у меня называлась «Разная», на ней были представлены разные картины, но в их разных направлениях. Там у меня были какие-то эксперименты, эксперименты, которые сейчас продолжаются в моем творчестве. Я экспериментировал с какими-то материалами, сюжетами. У меня там были и портреты, и абстракция, были библейские сюжеты. Ну и как по итогам выставки, да, с общением со зрителями, кстати, это вот выставка, это первое знакомство с сургутскими зрителями, людьми, было очень интересно. Интересно глубокое общение, потому что как бы смотрелось, что люди, они необычные. Они как у нас в Нижнего Артовске, они как-то более открыты и раскрыты к диалогу. Это мне очень подкупило, привлекло и понравилось. Это здорово, это на самом деле очень здорово. И люди в конце, один, там, двое, как-то вот мои знакомые в целом охарактеризовали то, что у меня в творчестве просматривается абстрактный экспрессионизм. Но если честно, да, вот эта экспрессия, вот это все, вот оно близко мне. Наверное, оно вот мое, скорее всего, оно ближе ко мне, и оно проявляется в моих работах. Вот. В этой выставке были представлены портреты, абстракция, я как-то уже назвал, близко сюжеты, да, вот портреты, они нацелены на передачу какого-то образа внутреннего состояния человека. Вот, как Мадельяни, как вот Матисс, отчасти это Пикассо. Мне вот такие вот нравятся сюжеты, где ты проникаешь через цвет, деформируя форму в глубину вот человеческой души. Были абстрактные попытки пробиться тоже каким-то духовным внутренним тайнам, но тоже через беспредметность. Были попытки обратиться к библейским сюжетам, как Библия, к ней вечная книга, в которой очень много, ну, на самом деле, очень много чего, много что интересного. Она до сих пор остается такой центровой в моем творчестве, потому что на нее опираюсь, и оттуда черпаешь вдохновения и идеи, потому что затрагиваются там очень важные вещи для человека, для жизни человека. Вот. И вот эти три вещи, они были представлены у меня на моей выставке на суд зрителей, на суд сургучан, так можно сказать. Ну, что еще можно сказать о выставке? Выставке... Ну, я рад, что она прошла в Сургуте, надеюсь, что она будет последняя. То есть, общение с сургутским зрителем, мне бы хотелось продолжать, и хотелось какие-то новые слышать отзывы и критику, почему нет. Ну, и просто завязывая диалог. Были у меня еще представлены два перформанса. Это «Описывающий мальчик» и «Хрупкая жизнь», тоже нацеленные на отношения человеческие, на такую хрупкую человеческую натуру, которая внутри, она вот мягкая, нежная, а внутри она, может быть, как кокон, так как каменная, твердая, которую можно легко сломать, а можно не пробиться до внутреннего человека. Видеоверсию перформанса Артема Мунтиана «Хрупкая жизнь» с открытия его персональной выставки мы с вами сейчас и посмотрим. Я на этом прощаюсь с вами. Мы будем продолжать пристально следить за художественной жизнью Нижневартовска и знакомить вас с лучшими художниками соседнего города. У нас уже запланирована первая персоналка Антона Зуева, новый выставочный проект Артема Мунтиана, но пока сложно что-то анонсировать по срокам, поэтому просто до новых встреч в порту и в рамках онлайн-проекта «Волшебная гора». Всем пока, смотрим перформанс! «За что похож человек? Человек — это бескрайняя Вселенная, яйцо, в нём новая жизнь. В нём тоже скрытая Вселенная, но она спрятана по скорлупой, как мы часто любим прятаться по скорлупой. скорлупа нас защищает, или делает вид, что защищает. Ну, в жизни происходит так, что наша склупа, в которой мы прячемся, дает трещину. Оно всё-таки красивое, в костюмах, на совещаниях, умные, интересные. Был один случай. Жил человек на прошлой неделе, в понедельник, вторник, «А в среду ничего не стало». Утром он пришёл на работу, а потом пошёл на обед и не вернулся. «Жизнь дала трещину». И эта скрукта его не защитила. Что-то такое. Эта иллюзия не гарантия защиты, а может, надежда, которая даёт речь. «Они варёные?» Конечно, варёные. Они так не разбивались, просто были сыры, чтобы всё было в яйце. «Может, они не добавят?» «Они варёные?» «Может, они не добавят?» «Может, они хорошо взваливаются?» «Перекрестите, если бы там можно». «Поможем дейцам не крестить». «Пасху» «Перекрестят, все и сядет». «Вот, иди сюда!» Спасибо, Артем.